Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги пророка Иеремии, читаю перевод Луки Маневича для библейского портала Экзегет. В 11 главе обозначена очень важная тема, конфликты Иеремии с его сородичами, с его самыми близкими людьми, с теми, кто живет в городе Анатотии, его малой родине. И в 12 главе он подробнее об этом говорит. «Праведен ты, Господи, и к тебе я обращаюсь с тяжбой». Ну, то есть, с судебным разбирательством. «Буду говорить с тобой о справедливости. Почему на путях злодеев удача? Вероломные не знают горя. Ты насадил их, они пустили корни, разрослись, плоды приносят. Ты у них с языка не сходишь, но далек от их сердца». Вот очень характерная вещь. С языка не сходишь, но далек от их сердца. Они постоянно говорят о Боге, но при этом совершенно не обращаются к Нему, не живут по Его заповедям. «О, Господь, Ты избрал меня. Посмотри на меня, испытай мое сердце, оно с тобою. А их, как овец, гони на заклание, избери их для бойни». Ничего так он о них говорит, да, но мы это видим и в Салмах. Ветхий Завет все-таки он предполагает победу праведника над нечестивцами, в том числе и победу, означающую гибель. «До коли земля будет плакать, трава полевая вянуть из-за злодейства живущих на земле, исчезли звери и птицы, ибо, говорили люди, наших путей он не видит». Вот сегодня мы говорим «экологическая катастрофа», но на самом деле это ситуация, когда люди перестают жить по каким-то божественным установлениям. Собственно, человек призван возделывать и оберегать этот мир, да, и сейчас я как бы поэкологически это пытаюсь объяснить, но для Иеремии это было прежде всего на языке некоего духовного такого состояния, да, когда люди отказываются исполнять божьи заповеди, то и звери и птицы исчезают, мир начинает стремительно портиться целиком. «Если с пешими ты бежал и сил лишился, как тебе со всадниками тягаться? Если на земле спокойнее ты падаешь на землю, что будешь делать с зарослых у Иордана?» Ну, то есть такой дикой чищебе, где звери живут. «Даже братья твои домочадцы, они тебя предали, они тебя провожают криком, им не верь, даже если доброе слово скажут». Отвечает Господь Иеремии, дескать, что ж ты так-то обессилел, что ж ты вот, как же ты дальше-то будешь, да? Он не спешит ему сказать, да, я перебью всех твоих врагов, но дальше даже не очень понятно, кто говорит, потому что здесь пророк и Господь как бы настолько вместе, что местоимение «я», вот когда русский язык приходится писать его с большой буквы, иногда, когда оно говорит о Боге, но вот оно не всегда понятно, к чему относится. К кому? «Я оставил свой дом, удел свой покинул, радость души мою отдал в руки врагов». Это вроде как Иеремия. «Стал удел мой, словно лев чаще, он рычит на меня, поэтому я его возненавидел». Это вроде как Господь, потому что удел его это Израиль, он вот сопротивляется ему. «Удел мой, как стревятник пестрый, и стревятники его окружили, идите всех зверей полевых соберите, пусть приходят, будет им чем поживиться. Толпы пастухов, виноградник мой разорили, удел мой вытоптали, превратили удел мой милый в разваленную пустыню». Это точно Господь, потому что он говорит о бедствиях Иерусалима. И получается, что свой дом он тоже, наверное, оставил как Господь, то есть храм свой оставил, потому что он не терпит этих безобразий. Вот трудно бывает понять, где Господь, где Пророк, отчасти потому, что в этих сложных отношениях уже они в каком-то смысле сливаются, да, вот они в каком-то смысле едины. «Обратили его в пустыню, предо мной он плачет, а пустыла, и вся земля стала пустощью, и горевать об этом некому. По холмам пустыни идут губители, Господень меч пожирает землю от края до края, плоти живой нигде нет покоя. Посеяли пшеницу, на терн пожали, измучились и все без пользы, ужасайтесь, нет у вас урожая. Вот яростный гнев Господень». Это, конечно, Господь говорит о том, как страдает его народ, как опустила земля, и дальше он еще дополняет пророчество на эту тему. «Так говорит Господь. «Злых моих соседей, которые посягнули на удел, дарованное моему народу Израилю, я вырву из их страны, и род Иуды у них вырву». То есть вот сейчас все плохо, чужеземцы их притесняют, но это не навсегда. «Но после того, как вырву их, я вновь смилуюсь над ними и верну каждого в свой удел, каждого в его землю». Вот и у них есть место под солнцем, да. «Если они воистину научатся путям моего народа, будут клясться именем моим жив Господь, «Как сами научили мой народ клясться валом, то укрепятся они среди моего народа. А тот народ, что меня не послушает, я искореню, искореню, его уничтожу, говорит Господь». То есть вся эта история, она не только про Израиль, Иудею, Иерусалим, она про любой народ. Ему предстоит либо научиться жить с Богом по его закону, либо быть уничтоженным. И Иерусалим, Иудея, Израиль – это всего лишь такой главный пример. Это центр, по которому становится видно, как это работает. А дальше в 13 главе у нас Иереми будет совершать довольно странные действия. Попробуем потом с ними разобраться.